Коллеги, представляю главного тренера футбольного клуба «Факел» Игорь Черевченко. Перейдем сразу к вопросам. Поднимайте руку, представляйтесь. Игорь Иванович, несмотря на поражение, хочется поприветствовать вас на родном стадионе. Всегда рады вас здесь видеть. Скажите, пожалуйста, только ли мастерства и везения не хватило вашим футболистам сегодня, чтобы очки какие-то взять или какие-то еще другие факторы включились? Ну, везения точно не хватило. И Иван Трасс сделал свою работу, что я должен делать вратарь. Потому что я думал, что он заслуженно получил приз лучшего игрока матча. Так, по игре, по игре, по игре. Столько моментов, я думаю, туров 10 не создавали, да? За 10 туров хватило бы. Но реализация подводит, поэтому не зря же мы забили меньше всех в премьер-лиге. И откуда опасность шла от нашей команды, получили два голоса стандартов от Локомотива. Вот это и больше всего расстраивает. Игорь, добрый вечер. Рады видеть в Москве. Рады видеть в пределе. Вот у меня вопрос один. Когда принимал команду «Факел», в каком состоянии нашел, что пришлось подтягивать, какие были моменты. Потому что, в принципе, я скажу, три ничьи – это определенный результат. Тем более с таким соперником, как и в «Зенит». И сегодня была игра, достаточно хорошая команда билась. Я считаю, она билась и за тренера в такой ситуации, не только за то, чтобы остаться. Вот когда я еще вернусь, когда я принял команду, в каком она состоянии была, и что пришлось подтягивать? Нет, ну, во-первых, вопрос такой некорректный. По идее. Я не обсуждаю работу предыдущих тренеров. Ну, скажу так, что работы много было. И линию защиты поправили. Так, как поправили. Кое-какие моменты перешли на три центрального защитника на игру. Потому что, я так понимаю, только одну игру они играли с этой схемой. И, чтобы перестроить, выиграл три центрального защитника. На это так много очень внимания уделяли. Там же все линии приходится ломать немножко. А то, что ребята бились, они в каждой игре бьются. С этим компонентом у нас все в порядке. Потому что у «Файка» всегда отличался пальцовскими качествами. И спасибо болельщикам нашим. Приехали с Ваража, две тысячи болельщиков. Я думаю, любая команда может подавидовать такому числу болельщиков. Огромное им спасибо. Я думаю, что результатом мы все недовольны. Но игрой, моментами и качественной футболкой. Пожалуйста. Добрый день, Игорь Иванович. Вот как раз уже, в принципе, сняли почти мой вопрос. О причинах перехода. Это опыт. О причинах перехода на три центрального защитника. То есть, почему вы именно решили перейти? Не видели ли вы перспектив в игре в схеме 4-4-2 в линию? Ну, во-первых, мы отложим от того, какие игроки в команде. Мы как бы хотим видеть их лучше в качестве. В этой схеме. И они это приняли хорошо. Они понимают каждый свой маневр на футбольном поле. Но это было не спонтанно. Потому что там все говорят, что закрытый футбол, мы играем нижним блоком. Знаете, вот я на это читаю, я смеюсь. Но я редко читаю. Но я смеюсь. Такое ощущение, как только Фахил играет нижним блоком. Хотя с «Зенитом» где мы играли нижним блоком? Ну, там кто-то увидел первые 15 минут. Но игра-то и длится 90 минут. Какой нижний блок был с Уралом у нас? Да, Сочи был. Потому что, как сами понимаете, первая игра через два дня. Другие вопросы решали. Так что я ребят поблагодарил на произведенок. Осталась одна игра, очень важная. Может и две еще. Может и три. Так что попросил их забыть эту игру. Оставить лучший момент. А здесь негатив убрать. Второй вопрос. Команда в атаке всю игру отлично отыграла. Почти всю игру, но там считай, с локомотивом больше двух по ожидаемым голам вровень сыграли команда. Но в конце почему-то так не сумели создать навала. Хотя выпустили там и Маркова. Ну, то есть двух нападающих мощных. Но не получилось. Почему не хватило запала на финальный штурм? Ну, у меня тоже там есть вопросы к некоторым игрокам. У плана, что мы выпускаем специально двух высоких нападающих. Чтобы были доставки с полу флангов, с флангов. Но, к сожалению, были прострелы. Мало было того, что мы хотели видеть. Мы для этого выпускали двух нападающих. Высоких. Потому что у нас, как видели, преимущество было при стандартах, при фланговых передачах. Там баси и мячей добирались. В атаке. Спасибо за развернутый ответ. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо, достаю.